Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok катерина с 931 за год рождения все что угодно номер машины я тебя поздравляю let's go натали про яков правильно говоришь натали вот все что ты там говоришь чате все правильно писем мы делите нельзя на писем можно писем можно у нас чате писать писем попа пишите конечно писем попа и так далее и блин это тоже может где ведать седли 18 беда не смогла по техническим причинам мы с ней создать созвонились 15 минут рыдали друг другу в глаза прям так просто звук не доходил во время теста в общем я не знаю как исправить историю но надеюсь что будет у нас все произойдет так четвертый вопрос поехали двигаемся далее не затягиваем на все очень быстро у вас мало времени и куча планов на день что на руси называли подлинником одежду икону или палку а мовчан чеснокова да конечно естественно не в планах естественно да конечно мне только чеснокова нет телефон чеснокова напиши что-нибудь в чат я не знаю или передайте ей илька эй ола амиго ты где ну и так далее так палку правильный ответ почему палку потому что палкой на руси выбивали правду и пока чувак тебе да хорошо два мешка кукурузы я унес хотел не уносил поэтому называли подлинником палка палка выбегаю выбивали правду поэтому нет вот теперь вы будете знать что называется подлинник так что если будешь врать малыш я сейчас возьму подлинник и все и прилетит тебе так подлинком на руси так и у нас и того правильно че уже есть единорог прям вообще вообще вот так вот не гачит писарев писаревник а я кажется знаю тебе писаревник писаревник коллега коллега тарараратата дорога там добрать дорога как ты там как ты-то без свадеб без корпоратива ладно у нас дальше до следующий о звуковой смотрите звуковой вопрос подлинник слово подлость юльф джульф может быть может быть кстати может быть этимологии слова подлинник от да не подлинность об слову подлость может быть вполне надо кстати загуглить эту историю. Вообще люблю историю слов и этимологию. Вообще. Джулс. Молодец. Скорь Каримов, что такое? Друг победил? Какой друг? Единорожка молодая. Алена Лёсина, ты знаешь кого? Крошка моя. Я по тебе скучаю. Слово жопа, конечно же, давно его не было у нас в чате. Итак, пятый, смотрите. Пятый, звуковой. Вы сейчас слушаете некую фонограмму. А у нас 228 сейчас только что было количество людей в прямом эфире. Вы слушаете звук. И там я не буду ничего говорить. Вот. Поэтому все читайте, чтобы мой голос не мешал вопросу. Но я уверен, что после этого вопроса у нас аудитория разделится пополам. Первая половина скажет «Че? Че за бред вообще?» А вторая аудитория, вторая половина скажет «Они не будут говорить, они прям сразу знают ответ». Это маленькая, я не знаю, подсказка. Можно читать за подсказку или нет? Ладно, поехали. Мы долго спорили по этому поводу, но слушайте. Я пришел и не могу сесть на стул очень сильно, и вот тут надо продолжить. Пугает нас гул, балет между булл, хочу в Истамбул. Что допивают, что поют эти гениальные на чей-то взгляд ребята. Пожалуйста, уже можно. Балет между булл. Балет между булл. Я не буду ставить оригинал, вы потом можете это сделать. Тик-Ток, естественно, это хедлайнер, фронтмен песня Тик-Тока. Их там сейчас, они каждую неделю меняются, поэтому мы долго с редактором сюжетом... Да никто не знает, да все знают, да все знают. Тик-Ток, да че ты? А, смотри, вот, хочу в Истамбул. Вот, например, хочу в Истамбул. Балет. Вот Писарев, Писарев, вообще, я тебе сейчас я тебе сейчас отатайку пропишу, ты сразу два варианта пишешь. И болит, и Истамбул. Это запрещено. Мы потом пересматриваем эфир и лишаем сотенчика те, кто это делают. Поэтому... Но-но-но-но-но-но. Но-но-но-но. Но-но-но-но. Но, пасибли. Так, болит, истамбулл это правильно. Что, Тик-Ток? Фу. Я с тобой вот... Ну вот, не знаю, по поводу Тик-Тока, это прикольная штука. Тем более, сейчас на каротинчике вообще. Очень многим заходит те, кто вообще, как бы, были равнодушны к этой истории. Так, второй правильный... Второй правильный у нас отмет. Мэйфлауаренсо, какое красивое имя, хотелось бы увидеть вживую этого человека, мэйфлауаренсо, congratulations, браво, брависсимо, тебе скоро напишут, точнее сегодня, край завтра с утра, как единорожий проснется, у него такой график, знаете, вопросительный, единорожий, радужный, давайте график, но 100% всегда мы всем все даем, никто не, вообще мы сразу это выкладываем, все все знают, вообще, все это чесночок, так, двигаемся далее, что у нас, шестой вопрос, поехали, let's go. Какому возрасту стареют омары? 18-25 лет или вообще не стареют? Прикиньте вообще, омары никогда не стареют? Вообще никогда не стареют, представьте такой факт, они единорожие, знаете, как умирает омар, его либо вылавливают, либо его кто-нибудь съедает, либо он просто заболевает какой-то тупой болезнью, все, а так он вообще не стареет? Серьезно, это прям факт, мало того, ученые, которые в 2009 году доказали этот факт, они проводили целые исследования, получили за это Нобелевскую премию. А вот это, да, штука, то есть в следующий раз, когда вы будете есть омара, знаете, может быть ему 470 лет, он вампир вообще, и может вас заразить, и вы будете кусать других не очень нравящихся вам людей. Восьмой у нас запланирован по счету, и это у нас Селентаре, 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 поздравляю, ой, что, я не вывел, да, я не вывел, а, вот, вот, Селентаре, браво, 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 супер, супер, Селентаре, конградс, открой свой аккаунт, обязательно, чтобы он был открыт, иначе вообще не достучаться никаким образом. двигаемся далее вот следующий вопрос седьмой чтобы сразу понимали что у нас не только тик токи все у нас по серьезному здесь давайте взрослота поехали когда формально окончилась великая отечественная война 8 мая 45 26 мая 47 или 21 января 1955 21 января 1955 года формально по документам закончилась великая отечественная война вот вам документ сей пожалуйста 8 мая но по московскому времени уже 9 мая 45 года германия подписала акта капитуляция это все знают но фактически война на этом не закончилась юридически сср оставался в состоянии войны с германией до января 55 года когда президиум верховного совета ссср подписал соответствующий указ вот посмотрите дата 25 января 55 года там прям написано все возникшие связи с войной юридические ограничения в отношении германских войск рассматривающих качестве граждан вражеского государства утрачивают свою силу представляете есть юридические документы на эту тему а бал деть что первый первый так первый где у нас тут где-то 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 макаров тв макаров тв ребята а мы-то знаем что макаров тв уже на сегодня выигрывал что это человеку не из телека а из радио вот сразу смотри возрастной каминал видно просто четкий ясный человек который знает историю учит молодец похвально похвально бро и максим поляков увы бро увы бан тебе за и стос и так и двигаемся далее поехали что у нас дальше в 8 до 100 8 вопрос да у нас 8 вопрос смотрите здесь у нас картинка там без вариантов первый кто ну приблизительно хотя бы там по сути главный глагол который правильно написать ответит на этот вопрос тот тот молодец у нас мы пим мы запланировали 1 до сединорога нас педа первый правильный ответ потому что на мой взгляд но тяжело тяжело догадаться но тем не менее так восьмой вопрос поехали все внимание на экран для чего нужен вот этот предмет запишите хоть что нибудь хоть как нибудь какие-нибудь там словечки нужно там разберемся а прикиньте там вот это вот штука но увидели на картинке там она откручивается с одной стороны туда наливается кипяток закручивается и оборачиваются волосы которых у меня нет были раньше но обязательно появится еще и это все нужно было делать в конце 19 века сейчас уже сейчас уже вообще что знаете что показал мне единорог какой знак вот такой вот вот так отцеллюлитить отцеллюлитить мой хороший вот такой то есть во время сушить уже ну да во время во время ответов никто не ответил брать до ни одного человека смотрите у нас несколько источников мы еще пересмотрим на всякий случай в эти 20 секунд у нас есть несколько источник потому что бывает так что на один гаджет прилетает ну как бы коммент а на другом гаджеты его нет или если вы сидите на компе в instagram точка ком прям на официальном сайте там тоже не все коменты туда там появляются это же в разном порядке у нас несколько источников мы еще раз пересмотрим пока на этот момент у нас нет будто за 20 год никто не уложился мы перед вот если таковые есть мы потом в официальной группе тема дня обязательно отпишемся так 9 окей 9 звуковой я прости полякова больше не будет что это твоя сестра твой брат что почему это же брать ну хорошо ладно поляков прощаем давай брать давайте кулачки прикольно как вам кстати костюм вообще до костюм бомба все опасит мои друзья опасит спасибо вам большое что подгоняете мне такие крутанские костюмы так осталось всего два вопроса еще разыгрываем 200 рублей получается по 100 рублей за правильный ответ девятый вопрос смотрим слушаем до конца я ничего не говорю вообще не задаю вопрос чтобы вам не мешать аудио не перебивать волну сюда снежок кружок литок кладок снежинка пушинка клопок пупок шарик фонарик волчок щелчок и шашлычок не спрашивай сюда снежок кружок литок кладок снежинка пушинка клопок пупок шарик фонарик это нифига не он это пенкин прикиньте но я думаю что они его запичали ну чуть-чуть тональности чуть поменьшили замечу макар спрашивает опа через две буквы п не одна п а о п п и еще раз о опа как по как телефон собственно говоря опа сюц да пенкин правильный ответ я думаю что они чуть-чуть его там подтвердили поэтому это он милый сергей пенкин правильный ответ на достаточно пенки я их путаю вот красавица держишь марку юморок то смотри на карантине разыгрался пятый 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 правильный ответ у нас дима сукала дима сукала 9 все дима ты девятый по счету дима сукала в инстаграме я тебя поздравляю конград тебе скоро прилетет сатан прилетит сатанчик как это происходит вдруг я только что к нам присоединился тебе прям в директ в инстаграме на твой аккаунт напишет единорог и спросит тебя на карту или на телефон и ну и так далее вот этот диалог потом между нами будет происходить так десятый вопрос по счету заключительный давайте собрались ребята это мой любимый вопрос он уже как-то звучал в другой игре под другим названием я там тоже был ведущим поэтому постоянные зрители может быть и знают или просто ну не буду или просто историки потому что сколько длилась столетняя война 97 лет 100 лет или 116 лет а это неправильно я подсветил неправильный ответ вообще не не 100 не 100 не зеленый не 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 сто 116 правильный ответ 116 выдохни те кто написали 116 просто знаете вы красавчики вы знаете историю все окей 116 это я на этом перед игрой чуть облажался сорян у меня бывает такое это англия с франции там у них махач был длился он тысяча я настолько в курсе что читаю по бумажке с 1337 года до 1450 третьего года очень важная информация запомните по дайте еще раз 1337 год 1453 год все запомнили и длилась она я за вас почитаю уверите калькулятор 116 лет да это правильный ответ мы специально взяли все возможное чтобы те у кого задержка максимальная давали там 6 7 этот раз у нас аж восьмой правильный ответ те кто написали 116 может быть это статья еще прикольно да ладно еще серьезно он он у нас уже третий раз побеждает ну ладно ну чего ну вот и везет ему вот везет реально везет восьмой раз йоркей пол йоркей пол йошкин пол йошкин пол йошкин дык йоркей пол дружище я тебя поздравляю ты от нас уже заработал 300 рублей вообще бро ну крутой 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 так ну и традиционно сам конце игры а давайте видео 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 сейчас смотрите давайте посмотрим видео с пингвинами видео с пингвинами или нет давай потом видео с пингвинами в следующей игре я потом отдельно покажу все а пока друзья традиционно я приглашаю сюда на сцену коронный танец единства и неповторимого единорога так приготовились танцуем все вместе ты готов единорог или готова конечно и так 3 2 1 поехали друзья это была лучшая игра вообще бомбическая игра седьмая по счету все те кто-то танцует такого телефона пускай все окружающие потому что это сумасшедший абсолютно пофигу на всех окружающих рок-н-ролл все покеда всех любим пис ждите единорога в гости он пошел за деньгами